Добрый день! Сегодня еще одно видео счастливое от Ольги и о ее сыне Диме. Сегодня мы создадим страничку для них. Это тоже просто феноменально. Работали мы с ними буквально пару дней назад. Пару дней назад мы поработали и на следующее утро Ольга написала, что доброе утро, мы сегодня очень хорошо и крепко спали, давно такого глубокого сна не было. Утром Дима в маршрутке первый раз взял меня за руку, очень осознанно. Но это еще не то. Дальше будет все лучше. Хочу, чтобы сохранился сценарий, как прилетел аутизм Диме. Потому что точно так же он может прилететь абсолютно любому человеку. То есть вот как формируется карма. Смотрите и думайте. Это все происходит, но если вы осознаете, вы можете от всего этого уходить. С 70-го года прошлого века работал тренер, можно даже в истории отыскать его фамилию, это реальный персонаж, работал тренер с командой паралимпийцев. И команда паралимпийцев выступила не очень хорошо. Он был очень зол. Он на них наорал, унизил и оскорбил. И таким образом в процессе этой ругани было заложено решение об унижении других людей, о непринятии других людей, о том, что они все такие нехорошие, а он Д'Артаньян. И дальше он прожил еще несколько месяцев и уни умер от инфаркта. Его душа вылетает, берет новое тело, идет инкарнация. И в этой жизни она приходит и сталкивается, в сценарии игры заключает договор с мамой. А у мамы тоже есть в программах моменты, где мама в данном случае в обратную сторону немножко не любит себя, не ценит себя, соответственно, обидана людей на то, что они нехорошие, ее обижают и так далее. У мамы свои сценарии кармические в подсознании. И удивительным образом мама отработала карму, да, отработала уже карму к этому моменту и не изъяла очки осознания. Душа говорит, класс, я тебе пуляю эту душу вторую, и она поможет тебе изъять эти очки осознания. Ну не заставлять же тебя заново проигрывать сценарий, он же тебе не нужен, да. И у мамы такое зависание происходит. И тут прилетает вот эта штука. И рождается ребенок нормальный, ему делается прививка. И эта прививка срабатывает на развитии аутизма у ребенка. Ребенок закрывается и пошел перекос дальше по развитию. Но очень удивительным образом, когда мы начали менять программы, и в данном случае там именно с осознанностью пришлось работать, чтобы и душа ребенка изъяла очки осознания и осознала, что инвалид это такой же человек, как и ты. Он полностью равен к тебе. Не лучше, не хуже. Просто он пришел в такие условия играть. И это выбор его души. И этот выбор надо уважать и ценить. Просто это выбор его души, потому что она наилучшим образом через это реализуется. И куча людей, которые находятся рядом, он своей такой реализацией помогает им тоже продвинуться в развитии. Это игра. И вот в этой игре, когда мы начали запускать вот эти программы в осознавание, очень быстро пошел процесс. На самом деле у Димы волшебным образом в 12 лет аутизм бы исчез. Это тот случай, когда ровненько по договору он изымает свое сознание, она изымает сознание свое, и дальше они еще могут играть в свою игру, каждый в свою. То есть там нормальный сценарий. Нам не сильно пришлось перепрописывать текущую жизнь. Но из прошлого надо было помочь выковырять то, что они оттуда не забрали. Очки вот эти вот забрать, энергию забрать, все. То есть помоги, больше работа пошла. И очень интересный такой момент, то, что люди обычно относятся к случайным совпадениям. Оказывается, так случайно Дима ходит в специальный центр, там дети инвалиды, колясочники тоже есть. Так вот сегодня я ему сказала, Дима, все детки одинаковые, нет отличия между ними, всех нужно любить и уважать. Я обалдела, мы пришли в центр, он погладил мальчика больного, сам снял обувь и отложил игрушки. И без криков пошел в группу. Понимаете, когда карма завершается, душа включает вот эту адекватность, потому что она получила то, что она хотела. Да? Я говорю, мы работали буквально несколько дней назад, и сегодня, сегодня, вот пока я писала предыдущее видео, прилетает добрый день, ребенок становится послушным. У нас уже как минимум две ситуации, где он меня послушал и без истерик выполнил все мои просьбы. Фантастика. Во-первых, он удивил, увидел у девочки конфеты, по привычке выхватил, я попросила его отдать девочке конфеты, он это сделал. Это шок для меня. Второй момент, он никогда не собирал игрушки, сегодня попросила его их собрать, и чудо, он это сделал. И еще за эти три дня, он стал расширять свой рацион питания. Там были проблемы именно по питанию, по пищеварению. Он это сделал. Сегодня он ел макароны с мясом, которые раньше никогда не ел. Еще раньше он бежал в магазин и брал, к примеру, одни и те же конфеты. И так целый месяц. Сейчас уже три дня, как идем в магазин, и выбирает разные сладости. То мороженое, то конфеты, то водичку. Раньше такого разнообразия у него не было. Еще в целом, смотрю, он более спокойный и послушный. Спасибо вам по ходу, все работает. С нетерпением жду у него дальнейших изменений. Не знаю, я в шоке. Так быстро, такие изменения, и это так просто невероятно. Представляете, это все может быть. Где-то магия сознания, где-то замена сценариев, где-то, где-то каждый, каждый ребенок уникален. Понимаете, вот казалось бы, прививочный аутизм, пересмотрите вот те видео, которые сейчас появляются, сколько прививочного аутизма. Он сам абсолютно разный. У каждого ребенка разные проявления, разные сценарии закрытия, разный период закрытия. Сейчас как-то период начал очень быстро сокращаться, потому что души четко начинают слышать и говорят, ну да, ребят, ну почему вам не пойти навстречу, мы и это быстрее сделаем. Наверное, потому что мы полезли еще в настройки механизмов времени, и какие-то результаты у нас начали проявляться в жизни. Но это отдельные темы, которые в дальнейшем, просто эти темы сейчас находятся на расшаривании, именно инфодайверами. А дальше мы посмотрим, как это все включить в жизнь под конкретные результаты. Еще одно письмо пришло, сейчас следующий ролик запишу.